Я буду говорить, друзья, тема рассуждения моих преимущества небесного над земным. Но текст остается тот же, я как бы в рамках этого текста и контекста буду говорить, евреям 11.16. Но они стремились к лучшему, то есть к небесу. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Это преимущество небесного над земным. Преимущество, что такое преимущество? Это перевес, это превосходство, это предпочтение. И мне кажется, думаешь, что об этом говорить? Вот знаете, я думаю, все люди, даже люди неверующие, когда речь идет о сравнении кого-то с кем-то, или вещи, предметов каких-то, или явлений, то, я думаю, часто мы слышим такую фразу, это как небо и земля. Понимаете, да, о чем идет речь, когда так говорят? То есть такая разница, как небо и земля. И вот мне нужно говорить о превосходстве. Думаю, что тут сказать? Ну, превосходство, как небо и земля. И я первое, что хотел отметить, что преимущество, оно несомненно и несравнимо. Небесного над земным. Несомненно и несравнимо это преимущество. Но, когда мы говорим о небесах, немножко о небесах хочу сказать. Небеса, братья и сестры, это не облака, не звездочки там на ночном небе. Когда мы говорим о небесах, вы понимаете, о чем идет речь? Когда мы говорим о небесах, мы говорим о том месте, где присутствует Бог, где престол Божий, где ангелы, где святые. Или по-простому люди называют, и христиане называют, и Слово Божие называют, это рай. Место обитания Божьего. И вы знаете, апостол Павел, например, второе послание Коринфянам, 12 глава, он говорит, знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, и Бог знает, восхищен был до третьего неба. И вот согласно Писанию, есть три неба. Первое небо, это вот атмосфера. Птицы летают, облака плывут, самолеты летают. Это небо одно, это первое небо. Второе небо, это космос, это вселенная, необъятная, говорят, конца у него края нет. Это вот там, где звезды. И есть третье небо. Оно измеряется не какими-то там световыми годами, что вот оно там далеко-далеко-далеко лететь, это небо пролетело, второе пролетело. Нет, это мы понимаем, из физики мы знаем, что есть такое понятие, это другое измерение, это такая духовная реальность, это там, где обитает Бог. И помните, как в книге Откровений написано, и увидел я небо отверстым, и голос, взойди сюда, я покажу тебе, что надлежит, что будет после сего. И он, что он увидел, братья и сестры, вы помните 4 глава книги Откровений? Что увидел Иоанн? То, что он увидел, его привело в такой трепет, в такое волнение, в такое переживание, он увидел Божий престол, сидящего на нем. Он увидел вот этих небожителей, которых трудно описать, на кого они похожи. Он увидел славу Божию. Так вот, друзья, вернемся к тому, что он был на третьем небе, и он говорит, он был восхищен в рай. То есть, вот это третье небо апостол Павел называет райом. И что он там увидел? Вот, думаешь, интересно, сейчас бы апостол Павел посвятил бы целое послание, что он там увидел? То, что он увидел там, что он об этом сказал? Я прочитаю. Восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Просто человек испытал такой шок, и он вернулся оттуда и не знает, вообще, вот как это все передать. У него слов нет. Вы понимаете? Несравненно лучше. Вот еще эта тоже фраза принадлежит апостолу Павлу, когда он филиппийцам пишет из тюрьмы и говорит, «Видимо, скоро настанет день моего отшествия». Но, говорит, для меня, он говорит, смерть – жизнь Христос, а смерть – приобретение. И я, говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть, сравнению не подлежит. Но, знаете, я помню, вот микрофоны у нас тут есть, аппаратура. То, что вы покупали потихоньку, значит, оно все дорого стоит. Покупал нам Владимир Андреевич Андреенко. Ну, мы с ним советовались. Он специалист в этой части. И вот бывает, значит, мы говорим, нам нужно там два микрофона. И вот он мне звонит и говорит, ну, есть вот такие микрофоны, есть такие микрофоны. Цена этого такая, цена этого такая. Я говорю, ну, слабо я в этом разбираюсь. Он там мне названия какие-то приводит. А потом, чтобы мне было понятно, он мне просто говорит, вот этот микрофон – это как запорожец. А вот этот микрофон – это как лангкрузер. О, все понял. Ну, вы тоже поняли, да? То есть, вот если он сейчас будет там этими музыкальными терминами, нам это непонятно, это акустика, это вообще. А вот так вот раз сравнили и все. Братья и сестры, а можно так о небе сказать? Что небо, земля – это запорожец. А небо – это лангкрузер. А? Несравненно. То есть, вот какой-то взять сейчас образ и начать сравнивать – это просто невозможно. И апостол Павел говорит, я, говорит, видел. Но он, правда, не говорит я. Он, говорит, знаю человека. Он говорит о нем, как от третьего лица. Как будто это не он. И он об этом, он не хвалится. Он говорит, то, что я там видел, это невозможно передать. Вот. И все же, братья и сестры, знаете, о небе разные представления. Я помню, когда был такой, как вы, вот помоложе был, чем сейчас, лет 17 мне было. Тоже у нас молодежь была. Мы жили в Средней Азии. Тогда были программы, готовились о небе. И я помню, мне стих один понравился. Я его выучил. Я его сейчас не помню, но частично. Значит, этот стих, один написал поэт, там в Средней Азии жил, он написал, как в своей сестре. А сестра была скрипачка. Красиво играла, хорошо играла на скрипке. И вот он как бы ей посвятил этот стих. И он примерно так звучит. Ангел со скрипкой из райского дерева в небе ликующем встретит тебя. Рай – это музыка. Музыка Генделя, Моцарта. Нет, там тебе не земля. Ангел прекрасный в глаза твои глянет, и тихо скажешь, сыграешь ныне, как не умел играть поганини. И скрипка в руках твоих зарыдает. А ты от счастья зальешься слезами. И так далее. Вот дальше я не помню. То есть этот автор, он себе так представил небо. Ну, каждый как-то представляет его. Друзья, но еще раз повторю эту мысль. Небо – это прекрасно. Небо – это хорошо. И вот я хотел бы, и это несравненно лучше, но все-таки я хотел некоторые сравнения провести. Те сравнения, которые нам дает Священное Писание. Я вот даже себе взял, так выписал. Земля – и столбик, и небо – другой столбик. И вот вы мне даже сейчас поможете. Помните, Христос говорит в Евангелии от Матфея в 6 главе. Не собирайте себе сокровищ на земле. Почему? Почему? Какая на земле проблема с сокровищем может быть? Моль, ржа, и воры подкапывают и крадут. А на небе? Собирайте себе сокровища на небе. А там моли нету, ржа нету, а воры есть. Нету этого ничего. Вот понимаете, да? Вот одна. Вот земля здесь вот так, а на небе – нет. Книга Откровения, 21 глава. Это такая, ну, наверное, единственная в своем роде, 21-22 глава, которые открывают завесу, вечности показывают нам небо. Друзья, что там о небе сказано? Смерти, на земле смерть, а в небе смерти нет. На земле болезнь, усталость, изнеможение, депрессии, как мы слышали сегодня, уныние. А на небе этого нет, на небе вечная радость, вечное ликование. Вот, ну, для сравнения. Еще что? Ну, грех здесь на земле. Даже если я христианин, и мы часто в душепопечении, когда кто-то переживает, ну, внутренние переживания какие-то имеет, борьба с грехом. Ну, в чем именно она выражается? Не в том, что грех владеет, а в том, что какая-то мысль придет, или еще какие-то неприятности. То есть мы говорим, что, и мы утешаем человека, говорим, что на земле мы можем освободиться от власти греха, но не от присутствия греха. Вот он рядом, этот грех. Все время нам хочет подножку поставить. Как-то нас смутить хочет этот грех. А на небе мы поем песню. Люблю я мыслить о стране, где ангелы живут. Греха не будет там. Присутствия греха не будет. Ничего проклятого там не будет. На земле слезы, друзья. А на небе, Бог говорит, отрет слезу. Слез не будет. Печали не будет. Вы знаете, на одном общении, правда, это было не молодежное, а семейное, тоже говорили о вечности. И вот брат сравнивал, говорил, говорил. Там, говорит, смерти не будет, там печали не будет, там того не будет, там будет вот это, вот это. А кто-то из рядов, одна сестра говорит, и роддомов не будет. То есть, роддом сегодня это место, когда моя жена уходила каждый раз в роддом, она, как говорила, иду долиной в смертной тени. То есть, много-много в жизни, земной напряжений, переживаний, борьбы, скорбей. А небо – это вечный покой, вечное блаженство, вечная радость. Итак, друзья, очень важно, очень важно, вот это преимущество небесного над земным увидеть в своей жизни. Как к этому прийти? Вот мы слышали первую проповедь, но Бог разными способами нам помогает к этому прийти. Родители молятся, церковь и так дальше. Но я бы хотел, друзья, вот что сказать. На каждом из нас, друзья, лежит ответственность, живя здесь на земле, разобраться в приоритетах, в преимуществах. Понимаете, на это нужно время потратить. Это просто так между делом не получится. Нужно задуматься над этим. Нужно в Слово Божье вникнуть. И тогда нам это откроется. Вот это преимущество. Это очень важно. Вы знаете, вот еще я бы такое сказал, что способность правильно анализировать и делать правильный выбор, это признак взрослости, признак зрелости. Вот вы сегодня не дети уже. Вы уже в таком возрасте, когда вы четко можете разобраться. Ну вот, как брат говорил, в машинах разбираются многие идеально. Сестр разбираются в тканях, например, или там еще в чем-то. Кто-то... Но в духовных вопросах, в вопросах земного и небесного тоже надо научиться разбираться. Это очень и очень важно. Вот смотрите, если ребеночек, например, вот маленький, ну, например, годика три, и вот вы дадите ему слиток золота и дадите ему конфетку, что он возьмет? Он возьмет конфетку. Что он... Железка-то, железка, бросит ее. Когда человек взрослее становится, он уже начинает понимать, не надо мне твою конфетку, дай мне золото. Это драгоценность. Это несравненно лучше, чем конфетка. То есть способность делать правильный выбор человека Бог создал мыслящим, я должен это осмысливать, я должен вот то, что сегодня информация звучит, я это должен все переработать и сделать правильный выбор в пользу неба. И в пользу неба, значит, в пользу своей души. Поэтому пусть Бог благословит, друзья. Вот эту первую мысль я хотел подчеркнуть, что небо несравненно лучше, но я должен увидеть эту красоту. Я должен эту красоту увидеть. Поэтому пусть Бог и благословит нас. Еще, друзья, знаете, когда я эту красоту увидел или преимущество небесного надземным увидел, у меня появляется стимул, и я начинаю, как мы здесь прочитали в послании к евреям, стремиться. Что значит стремиться? Стремиться, это значит упорно добиваться. И я вам скажу, братья и сестры, это нелегко. Вы знаете, вот можно увидеть красоту или преимущество, но мы видим, что потом двигаться по этому пути бывает сложно. Препоны, препятствия. А вы еще знаете самое большое препятствие? Потому что большинство вокруг нас, они к земному привязаны. Вот как к земной притяжении. И это тоже на нас влияет. Мы вроде хочем оторваться к небесному, Богу служить. А кто-то нам вот мешает. И даже порой друг другу мы мешаем. Вот среди молодежи, часто, к сожалению, мы такое обнаруживаем. И вот смотрите, апостол Павел, он с таким прискорбием пишет. Он говорит, братья, подражайте мне и тем, которые по образу, ну, как я поступают. Но говорит, я вам часто говорил, со слезами даже говорю, о некоторых, которые поступают как? Враги Креста Христова. И он о них делает анализ, или как бы о них говорит, дает им характеристику, что это за люди. И, кстати, друзья, вы как понимаете, это люди какие, они откуда? В мире. Я понимаю, что это люди в церкви. И вот он об этих людях говорит, что они, у них Бог, чрево, слава, с рами, мыслят о земном, конец, погибель. Не небо. Мысль это земном. И эти люди могут находиться в церкви и других с толку сбивать. И поэтому, друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы, когда увидели, мы могли, знаете, вот держаться крепко. Вот здесь мы, мы это не читаем, но в послании, в 11 главе послания к евреям, там описывается, что, например, Бог сказал, первый раз к Аврааму обратился, выйди от родства твоего. Это было первое, он вышел, а потом написано, верою вышел, а потом верою обитал, а была возможность вернуться назад в комфорт, в уют, в цивилизацию, а он в шатрах жил, он мог город построить, но он не строил. Он вышел, и он в этом остался, он стремился к небесному. Вы знаете, друзья, однажды к Христу подошел богатый юноша, мы знаем всю эту историю, и он задал очень такой вопрос, который Христа даже растрогал, и написано, что Христос его полюбил. Этот вопрос был не как у фарисеев, с таким, знаете, с подковыркой, вопрос был такой, но из глубины души. Он говорит, Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это же серьезный вопрос. Это не Саддукей был, которому надо было доказывать, есть небо, есть вечная жизнь, есть воскресение мертвых. Нет, он в это все понимал, он в это все верил. Но теперь смотрите, у него серьезный вопрос. Что мне для этого нужно сделать? Ну, ответ, ну, продай все, что имеешь. Друзья, вас не удивляет, вот как он отреагировал? Вы знаете, мне иногда хочется сказать, ну, например, Христос говорит ему, вот представьте, так бы было, он ему говорит, что мне сделать, чтобы вечно жить? А он ему говорит, ну, продай все, что имеешь, и раздай нищим, и приходи за мной, следуй. он бы сказал, и все, да, слава Богу, я пошел продавать. Вот, вы понимаете, нет? Вот, смотрите, еще простой другой такой пример приведу. Например, человек смертельно заболел, вот сегодня много таких болезней, онкологические заболевания, и вот человек пришел к врачу, ему поставили диагноз, рак четвертой степени. И вот теперь человек хочет жить. И мы знаем, что человек цепляется за жизнь и готов платить любые деньги. Вот представьте того же богатого юношу, или богатого человека, человека, у которого большие возможности, он приходит к врачу, врач ему говорит, у вас смертельная болезнь, но, если вы вот такую-то сумму денег соберете, все продадите, свое, вы выздоровеете и будете жить. Лет 20 еще. Как вы думаете, человек пошел бы на этот шаг? А? Конечно бы пошел. Он бы деньги собирал, он бы там в газете объявления написал, спонсоров бы искал, где угодно. Собрал бы эти деньги, но чтобы немножко еще пожить, чтобы от рака выздороветь. Друзья, вы знаете, о чем я думаю? Я думаю, что вот сегодня мы много говорим о небе, в собраниях мы слышим с детства, небо, вечная жизнь, но мне кажется, что мы до конца вообще, как бы до нас не доходит. Не доходит. Небо, вот эти вот понятия, они как выхолощиваются, как упрощаются. В нашем понимании. Да, вечная жизнь, а вечная жизнь. Вот сейчас вот у меня машина сломалась, вот проблема, что там вечная жизнь. Но это мы так не говорим, но на подсознательном уровне мы так думаем. А вы знаете, друзья, еще скажу очень важную истину из Священного Писания. Вход в Царство Божие, в небо, он все-таки платный. Я докажу. Вот 13 глава, Евангелие от Матфея, Иисус Христос говорит ряд притчей. И там есть две притчи подряд, очень интересные притчи. Ну, я не знаю, конечно, не буду там с кем-то спорить, но мой взгляд, мое понимание. Первая притча, помните, о человеке написано, так написано, Царство Небесное подобно сокровищу. Небо – это сокровище. Царство Небесное подобно сокровищу, которое человек нашел. Ну, там, грибы собирал, о, пещера, зашел там, ничего себе. Что он делает, этот человек? Он идет, узнает, чье поле. Продашь? Да продам? Сколько стоит? Ну, вот столько, он так посчитал, посчитал, чтобы мне купить это поле, мне нужно все продать, что у меня есть. И как вы думаете, он долго думал, продавать ему или нет? Конечно, не думал. Он быстрее продал все, что было. Все, что было, продал. Пошел, купил поле то. Теперь у меня вопрос. Вот он продал все. Так звучит, знаете, ну, страшно. Продал все. Купил поле, но он не купил сокровища. Чтобы взять Царство Божие, это я не за Царство Божие заплатил. Вот эти все издержки, друзья, трудности, переживания, неприятности, неприязнь людей к нам, оскорбления в наш адрес, было время гонений, узы, разлуки, смерть мученическая. Это мизер, мизер, который мы платим за то, чтобы эту землю получить, ну, по притче. А там сокровища. То есть, мы не сокровища купили. Вы понимаете? То есть, я хочу сказать, что эта притча говорит о том, что в ход все-таки что-то надо платить. Не так, не лежа на диване. Нет. А вторая притча сказана, Царство Небесное подобно купцу. А вот здесь другая ситуация. Купец, он ищет хорошую жемчужину. Вот эти жемчужины находят, ищут, и вдруг ему сообщают, что там-то, там-то продается жемчужина. И он, чтобы ее купить, продает все. И теперь у меня вопрос. Смотрите, там человек платил только за поле, а здесь купец платит настоящую цену, не мизер. все отдает и платит за вот именно за вот это сокровище, за вот эту жемчужину, которая ему приглянулась, которая ему понравилась. Друзья, и я как понимаю эти две притчи. Первая, это платим мы. Это наши издержки на узком пути, следовании за Господом. Мы идем в небо, да, мы что-то лишаемся, чего-то теряем. Может, друзей, может быть, там какие-то переживания испытываем. Друзья, но Христос заплатил настоящую цену за наше спасение, настоящую. И там на кресте воскликнул, совершилось, то есть сделка состоялась, все, заплачено сполна. Поэтому Христос купил нам царство, и мы, чтобы в него войти, друзья, нам нужно платить. И для этого мы должны быть готовы. Друзья, вот, ну, примеры из жизни, знаете, вот я, может быть, так, пару примеров. Вот, плата, да, вот не могу забыть, на всю жизнь запомнил, даже помню, день недели, вторник, не знаю, там лет 15-20 назад, в среду членское собрание. Будут люди предстоять, которые готовятся принимать крещение. Ну, и как правило, мы с каждым отдельно беседуем. Вначале общие беседы, там по догматике, там по разным вопросам, а потом индивидуальные. И вот я встречаюсь с сестрой. Она пришла ко мне домой, и мы с ней беседуем завтра, членское собрание. Беседы все она прослушала, в собрание находила, вроде бы как расположено, и потом она мне говорит, вы знаете, я вам честно скажу, вот то, что вот там косметика, вот это все, ну, не могу я от этого отказаться. Ну, как я буду выглядеть? Ну, если кто-то так может, ну, ну, у него может там, ну, такой внешний вид, что ему идет, но мне вот губы, если не красные, то страшно, как-то ресницы там надо выделить или еще. И вот она вот там, косынку она не может, ну, какие-то такие вот вопросы. И я вот так слушал ее, слушал, и говорю, сестра, ну, вы, конечно, выбирайте, ну, чтобы в церкви быть, в церкви быть в спасении, ну, неужели вам вот этот, вот Христос жизнь отдал, а вы вот это вот не можете, ну, от этого отказаться? Нет, не могу. Она не приняла крещение. Потом она ушла, потом она опять приходила, потом она опять ушла, потом она опять приходила, вот так вот периодически, такими наплывами. А сегодня она уже в вечность ушла, но только не на небо. Вы понимаете? И таких примеров много, таких примеров масса, когда человек, ну, не готов платить. А теперь другой пример расскажу. Этого человека тоже многие знают, он был брат этот в уссурийском, церкви, потом он пресвитерское служение в Яземске совершал. В 2013 году были похороны его. Кретинин Владимир Александрович, помните? Я на похоронах когда был, мне вот так запечатлилось свидетельство одного брата о нем. Он на похоронах рассказывал о том, как он к Господу пришел. Сам этот человек, мама верующая у него, мама верующая, дедушка, то есть там были какие-то корни, кто-то влиял на него, но когда он вырос, он был человеком неверующим. И не просто каким-то неверующим, он был 90-е годы. Это, знаете, такой рассвет криминала. И у кого, ну, кто понаглее, кто там, у кого там побойчи, у кого там есть какие-то связи. Все, эти люди выбились в бизнес, там, тем более в Приморье, машины, торговля, там, то есть большие деньги, большие возможности. И вот у него там с товарищем бизнес был, все, он там, ну, как два управляющих этого бизнеса. Но Бог как-то влиял, я не знаю еще всех подробностей, но наступил такой момент, когда он, ему нужно было сделать выбор. Он понимал, что он не может совмещать в этом бизнесе быть, заниматься этими вещами и быть членом церкви, быть христианином. И он отказывается. И получилось еще так, не очень красиво, как это часто бывает в мире. Когда они стали расставаться, этот человек, можно сказать, кинул его, друг. Он его кинул, он его оставил ни с чем, и вот он как ушел из этого компании, ушел от этих друзей, и вот ни с чем. Вот он пришел в церковь Христову, стал христианином, стал человеком Божьим, стал служителем, диаконом, и так дальше вот он рос. Знаете, братья и сестры, я когда вспоминаю его, сколько я с ним встречался, братские, ни когда братский не приходил, чтобы он не помолился. Но свидетельство, самое главное, я свидетельство хотел рассказать. Так вот, когда он ушел, а он как, ну, привык там руководить, там, в основном языком, да, головой там, а теперь надо же, ну, семья надо же как-то это обеспечивать. Кстати, Христос и Евангелие не учат, ну, паразитизму. Знаете, что такое паразит из биологии? Это существо, которое живет за счет другого, или лень, или беспечность какая-то. Христос и Евангелие этому не учат, а учат преимуществу. И вот он теперь понимает, он стал христианином, денег нет, потерял много чего, ну, надо же зарабатывать, он к братьям, братья там, у нас в основном все строители, вот он с тройкой. И вот такой момент, вот это прозвучал, на похоронах, обеденный перерыв, братья строят, там что-то, крышу делают, он спустился и побежал купить там пирожки, пообедать. И вот он приходит на рынок, киоску, там женщина продает, он говорит, там два или три пирожка, она на него смотрит, Владимир Александрович, это вы? Он говорит, так на него посмотрел, вспомнил, бухгалтером была у них в этой конторе, да, да, это я, боже мой, до чего вы докатились? А он такой, понимаете, ну, спустился там весь, я не знаю, в чем там, в телогрейке в такое, а там, видимо, раньше-то ходил, в телогрейке-то точно не ходил, костюмчик там, ну, все как вот, почти я такой вот. До чего вы докатились? небесной цене стало, готов платить. И, кстати, жизнь его прервалась, неожиданно. И вообще на этой земле, братья и сестры, все очень зыбко и неустойчиво. Вот в моем, я вот так думал, когда себе конспект составлял, размышлял на эту тему, я думал, а вот у меня, когда это произошло? Вот у меня. Вот у меня тоже есть корни верующие. Я чем старше, я понимаю, что это очень хорошо. Бабушка, дедушка умер за веру, бабушка молилась. Но я вырос в семье, родился и вырос, там, где Богу не молились. Ну, среднестатистическая семья в СССР, вот такая семья. И вот наступил такой момент в нашей жизни, когда моя сестра в 17 лет умирает от царкома. Вот жили-жили, все было хорошо, все так шло, складывалась квартира, дача, все там, купили мотороллер, потом мотоцикл, и вот идет прогресс такой, все, и вдруг, как гром среди ясного неба. 17 лет, вот мы его хороним, все развалилось. Я помню, как у моей матери руки опустились, как ей жить не хотелось, как она начала выпивать, и все это на наших глазах. И это длилось 4 года, пока моя мама не пришла в собрание. Когда она там покаялась, изменилась жизнь, в семье изменилось все. И тут я понял, что, оказывается, есть другая жизнь. Что есть, вот живут все люди вот так, по-земному, а есть небо, есть Бог, и Он рядом, и Он недалеко от каждого из нас. И Он может утешить, Он может снять этот гнет греха, этот груз, это вот успокоит человека. И вот тогда у меня открылись глаза, и я увидел. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы как-то задумались над этим серьезно, чтобы мы размышляли о небесном. Вы знаете, я вспоминаю вот еще, как-то посещал я Чикдамын, и там бывало такое, значит, ко мне там с таким почтением относились как там к священнику. Вот батюшка приехал, ну там среди неверующих, много родственников, и вот, как я приеду, приносит ребеночка благословить, а там какой-нибудь больной, там еще. И вот меня попросили однажды, даже не просто в собрании, а приехать домой, помолиться. И вот мы едем с человеком, а у него мама верующая была, сестра в церкви, его сестра в церкви. И вот, ее мне говорит, ты знаешь, как-то так разоткроверничался, так он молчал, молчал. Ты знаешь, я вот ходил в собрание, ну не в наше, в другое. Я, говорит, ходил, но вот пришел как-то там в коридоре, идет собрание, проповедь и все, а там, говорит, выходят люди, и, говорит, эти мужики, ну не братья, мужики, говорит, там, говорит, про колеса, про резину, про запчасти, про то, про сё. Он говорит, ты, говорит, меня извини, я не верующий человек, как бы далекий от всего, но мне кажется, на этом месте святом, ну не стоит об этом говорить. Ну а что я ему скажу? Он же прав на сто процентов. Я даже думаю, мы умудряемся здесь в собрании, о чем попало говорить? Во время проповеди, вышел тут, нет возможности, вышел туда, там говоришь. А если мы не вне собрания, о чем мы мыслим, о чем мы говорим? Чем наполнена наша душа, наше сердце, друзья? Поэтому давайте вот как-то изменим. Я недавно с одним братом молодым разговаривал, он говорит, я хочу крещение принять. Я говорю, сейчас по десять глав читаю, стараюсь каждый день прочитать из Библии. А вы знаете, а это заметно, кстати. Вот когда он покаялся, и прошло время. Время проходит, и смотришь, меняется человек. От земного притяжения уходит, уходит, уходит. Я смотрю, приезжаю, он сидит с телефоном, ну, раз в собрание, раз достал, посмотрел. Опять раз достал. Я так переживаю, думаю, как-то. Потом приехал в другой раз, все собрание сидит, ни разу не достал телефон. Ну, ни разу. Думаю, о, уже прошел прогресс. Потому что по десять глав читает. Потому что наполняет. О небесном думает. Сюда, сюда наполняет. Братья и сестры, это обязательно надо делать. Оно само по себе не пойдет. Поэтому очень важно, вот еще раз повторю эту мысль, увидеть преимущество. А потом, когда я это преимущество увидел, теперь пусть это будет стимулом, преодолевая все препятствия, стараться вот к лучшему, к небесному стремиться, достигнуть неба. Не просто думать, или говорить, или песни петь, как, помню тоже, служителя, даже среди служителей. Один брат хорошую беседу о музыке провел. Вот христианская музыка, мирская. Ну, прям вообще хорошая. Прям заслушаешься. А после к нему подходит брат, другой служитель, и говорит, ну, а ты сам-то как думаешь на эту тему? Вы поняли, нет? То есть, сказать-то можно, так, как в братстве принято. А как ты сам-то на эту тему думаешь? То есть, о небесном-то мы все можем рассказать. А как оно на его? Ну, и последняя мысль, она здесь написана, что, знаете, в этом тексте 16-м, кто видит преимущество небесного и стремится войти в небо, тот имеет особое благорасположение Бога. Особое. Хотели бы мы этого, друзья? Ну, я бы лично очень хотел. Вы знаете, что я заметил, читая Библию? Вот в Библии сказано о том, что Бог любит людей. Так возлюбил Бог мир. Знаете об этом? А вы никогда не задумывались, когда Христос с учениками прощается, вечерю совершает, беседует с ними, и Он им говорит, кто любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои. И помните, и Отец Мой возлюбит Его. Вопрос. Так как же, как понять возлюбить? Так Он что, Меня не любит? Бог любит весь мир. А тут, говорит, если кто любит Меня, соблюдает заповеди Мои, Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Вы знаете, эту истину, вот она меня как вот поразила. Я нашел ее и в Новом Завете, и в Ветхом Завете. И я понял, что есть два разные вида любви. То есть, можно любить, вот гибнет человек, гибнет мир, и у Бога сердце жалостью наполнено, любовью, состраданием. Он хочет всех спасти. Он не хочет, чтобы кто погиб. Но когда я вышел из погибельного положения, и когда я занял позицию к Небесному, небо для меня дорого, Бог для меня дорог, я люблю Господа, у Бога особое благорасположение к этому человеку. Особое благорасположение. Бог говорит святой Небеси, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? В 16 стихе 11 главы сказано, Бог не стыдится, называя себя их Богом, не стыдится. Вы знаете, иногда бывает вот стыдно, я рассказываю, едут муж с женой, молодые, в автобусе из города в город едут, ну и так мирно говорят, автобус рейсовый, там 40 мест, и вдруг, говорит, в среду встает бывший брат. Его отлучили за плохое поведение, а он это не признает, вот он встает и начинает проповедовать о Христе. А мы сидим так на этих, ну, на сидушках, и так оба вместе, так вниз, 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 раз, так голову, чтобы, ну так, сидушка первая закрыла, не видно было. Ну, они боялись, сейчас он увидит, он не знал, что они в автобусе, он еще попросит, помогите мне там, поддержите в благовестии. Ну, понимаете, стыдно, он говорит, так стыдно, он там едет, а ему там говорят, замолчи там, сядь там, ну, стыдно. Так бывает иногда, друзья, смотришь на человека, ну, вот ему не стыдно, он прям стыдно, вот такую одежду одел, или так вот себя ведет, ну, прям стыдно. А вот здесь сказано, Бог не стыдится. Вот он говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Я не думаю, столько троих. Это Бог Моисея, это Бог Даниила, это Бог Николая Рафеевича Бойко, и так дальше, и так дальше. Это Бог тех, которые небесные, выше земного поставили. И таким Бог благоволит, и таких Бог благословляет, и особое благорасположение имеет. И мы сейчас, друзья, помолимся. Помолимся. Я бы хотел, я не знаю, вот мы сейчас слушали, такие хорошие вот были беседы, проповеди. Если чье-то сердце как-то волнуется, если есть желание покаяться перед Богом, если сказать о себе, Господи, вот, ну, не так у меня все. Или, может быть, может быть, было хорошо, а где-то споткнулся, может быть, где-то отошел, может быть, уже, я не помню, когда я последний раз Библию читал. К земному прикипела душа. Друзья, надо раскаиваться, надо оставлять все это и менять образ жизни. И пусть Бог благословит, чтобы Дух Святой показал нам красоту неба, красоту Христа, красоту Царства Божьего, и мы были готовы за это заплатить любую цену, но чтобы войти в это небо, в этот вечный покой. Склоним колени и помолимся Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok